ЛАВ РАДИО Всем привет! С тобой Александр Ушаков, это ЛАВ РАДИО И сегодня у нас в гостях очаровательная певица Обладательница премии Грэмми, которую ты точно знаешь По крутому треку Джанго Обаятельная, милая, ображительная, невероятно талантливая Полина! Привет-привет! Доброе утро! Полин, ну вот сразу такой вопрос Сходу, конечно же, раз я сказал доброе утро Есть у тебя какой-то секрет, чтобы ты проснулась И вот утро сразу стало добрым? Минута медитации Вот, отличный вариант Друзья, берем на вооружение, на заметочку Так, ну, во-первых, конечно же, позволь поздравить тебя И очень много кофе Все, добавили медитация и кофе Между прочим, очень хорошее сочетание Во-первых, позволь поздравить тебя, разумеется С премьерой, долгожданной премьерой трека Любовь и сердце в рабстве И, собственно, о нем-то и будет первый вопрос, который хочется задать И всех наших слушателей он интересует Пожалуйста, расскажи, как писался этот трек Хочется немножко подробностей получить Спасибо, это очень волнительно, потому что сегодня выходит трек Я впервые сегодня у вас Премьера этого трека у вас в эфире И писали мы, кстати, долго Изначально я написала трек с самым продюсером Чинг-Конгом Мелодию и такую рыбу Джибреш, я это называю А потом этот трек попал к Михаилу Гоцериеву И он уже из вот этого вайба Нашел какие-то смыслы в этом В этой мелодике и так далее И написал крутейший текст Работали мы на протяжении года Пока я была в Лос-Анджелесе Он был здесь И вот наконец я прилетела И мы сейчас сняли клип Буквально через несколько дней он выйдет Так что да, это трек, который вложен на очень много времени Труда и любви Просто всю самую основную информацию мы сейчас получили Но, конечно же, мне хочется задать тебе такой вопрос Скажи, пожалуйста, а вот Ну вот у тебя сейчас в творческом плане есть все абсолютно И поэтому такой вопрос А ты нервничаешь перед премьерами новых треков? Сейчас, вот именно в данный момент Конечно, мне кажется, каждый артист Не важно, это Леди Гага Или самый крутой артист Это всегда ты отпускаешь в мир частичку себя И всегда есть шанс, что это может не зайти Кому это может не понравиться Или просто неправильный тайминг То есть, мне кажется, каждый артист Конечно, это такая vulnerability Как по-русски сказать Но ты, конечно, всегда есть некоторое волнение С тем, как воспримет публика твой трек Но я знаю точно, что он найдет какой-то отклик Потому что мы уже долго над ним работали Это как бы первый раз, когда я даже Мне самой не надоедает этот трек Поэтому я очень надеюсь, что так же будет и со слушателями Друзья, бояться это нормально Вот такой вывод мы можем сделать, да? Абсолютно Мне кажется, любой артист самый крупный Я просто работаю с большими артистами, да Когда бываю на Западе Все жутко волнуются всегда Это совершенно нормально Это означает, что ты живой артист Что ты не просто думаешь, что ты там самый У тебя эго-маньяк Ты там какое-то огромное самомнение Мне кажется, это нормально Артисты должны всегда волноваться Должны каждый раз на асфальт Класть свое сердце Да, перед аудиторией И это как бы часть того, что мы делаем Сейчас мы получили некоторые секретики Секретики Запада к нам приехали Очень много вопросов появилось Но мы не будем их задавать Потому что, дамы и господа Но пришло же, пришло же, наконец-таки Время послушать тот самый трек Ради которого мы сегодня все просыпались Потому что ждали, ждали очень долго И так, прямо сейчас в эфире Лаврадио Премьера Полина И трек «Любовь у сердца в рабстве» Слушаем, наслаждаемся И прямо, прямо сейчас Вот вообще не откладывай Добавляем к себе в плейлист И гоняем, гоняем по кругу Запоминаем слова, чтобы подпевать Так что, поехали Лаврадио, лаврадио Вау! Хочется мне просто кричать И я так сделал только что Потому что я, честно Я не могу удержать удовольствия Оно рвется наружу Это просто великолепная работа Я напоминаю Называется она «Любовь у сердца в рабстве» И сегодня у нас в гостях Очаровательная, прекрасная Полина Всем привет еще раз Господи, слышите этот голос? Прекрасный, великолепный Он просто, ну он плавный такой Я вот сейчас не могу Я таю здесь, сижу Полин, мы знаем, что ты порадуешь Наших слушателей не только Ну и вообще своих, конечно же, слушателей Не только песни Но и я так понимаю, что готов И уже совсем скоро выйдет клип на этот трек Да-да-да Мы сняли клип на этот трек Это просто маленький дрим Потому что я очень давно хотела Сделать именно такой клип В этом, открою маленький секрет В этом ретро-промежутке времени Которое где-то между прошлым и будущим Потрясающая съемочная команда На самом деле И мы снимали 24 часа Очень долго Но это было настолько круто И все так кайфовали от процесса И для меня это Какой-то один из самых легких Сложившихся клипов Он настолько просто как-то Сам себя снял Сам себя смонтировал Настолько Хотя огромное количество людей Задействовано в его производстве Потрясающий Режиссер Гекс Сегодня будет закрытая презентация Этого клипа А уже через несколько дней Клип будет доступен На всех площадках Я очень жду премьеры клипа Такой меня точно еще не видели Вот это интрига Дамы и господа Вы уже сейчас просто должны проникнуться И ждать Ждать, как он выйдет А как выйдет Сразу же бежать и смотреть Полин, а если не секрет Вот можешь рассказать Об идее клипа Что там Какую идею вы преследовали На съемках Что хотели передать Грубо говоря Ты знаешь, ну Любовь и сердце в рабстве Да Вообще это такая некая Переживание в ожидании любви Или Вот эти вот Переживания Да, когда ты не знаешь Да Ты не знаешь У тебя вот это вот Есть Туда-сюда Любит Не любит И Хотелось очень передать Вот это Именно это Плюс В треке есть какая-то Ностальгия Да, он современный Но в нем есть Какая-то ретро-ностальгия И В клипе нам удалось Сделать именно это Поэтому я Путешествую как бы В будущее Но в прошлое Пока больше не скажу Ну правильно Нужно сохранить какую-то интригу Но по той информации Которую мы сейчас получили Становится ясно Что клип будет близок Очень многому Большому количеству людей Потому что Все через это проходили Это знакомо Абсолютно А уж ностальгия Это бывает Сидишь и всплакнешь Прям слезать И что вспоминаешь То, что было А тут еще и целый клип На эту тему снят Ребята Полин Такой вопрос еще есть А вот было ли Ну как обычно Бывает на съемках Что-то необычное Что-то вот такое Что вот именно эти съемки Отличают от остальных съемок В которых ты участвовала Да, у нас были Очень технические Необычные съемки Потому что Очень на самом деле Много технических моментов В этом клипе Технологии использовать Которые используют Только в больших Голливудских фильмах И очень больших рекламах Поэтому съемки Были очень непростыми Чисто С технической точки зрения То есть вокруг меня Я не знаю Можно ли все это выдавать Сейчас или нет Чуть-чуть Это некий Ретофутуризм И использовались Технологии Когда вокруг меня Много экранов Это не зеленый Гринскрин А это в реальном времени Я нахожусь в среде В которой я То есть мы ее Не подставляем потом А я нахожусь в ней Поэтому это очень Были Непростые съемки Технические Но они были Настолько Зажигательные И крутые Я безумно Просто кайфовала Процесса И вся съемочная группа Хотя это было 24 часа Нон-стоп Но уже 22 августа Вы сможете увидеть Результат 22 августа Ребята Ну наконец-то Мы узнали дату 22 августа Все Как только выходит клип Обязательно бежим смотреть Столько сегодня Узнали информации И я вот честно скажу Мне уже просто не хочется Задавать вопросы Потому что Не все можно рассказывать Я так понимаю Поэтому давайте просто дождемся И уже насладимся этой работой 22 августа Напоминаю Выходит клип на трек Любовь и сердце в рабстве Который мы сегодня послушали Обязательно послушаем еще раз Чтобы закрепить Я же напомню Ты слушаешь Лав Радио С тобой Александр Ушаков У нас сегодня в гостях Невероятная Полина И мы продолжим С этой замечательной певицей Общение буквально через пару минут Лав Радио Да, это проект Летнее время С тобой Александр Ушаков И у нас в гостях сегодня Обворожительная Очаровательная И с безумно приятным Бокалом и голосом Конечно же Полина Полина Доброе утро Еще раз Хей-хей Ой, не могу прям Когда слышу Прям не знаю Я начинаю таять Действительно Так, Полин Такой вопрос Вот у тебя довольно много Совместных работ Слушатели Лав Радио Наши прекрасно знают Трек Book of Love С Феликсом Йеном За трек с Эминемом Ты получила Грэмми Клип на совместку Пьяная любовь С Димой Биланом Набрал аж 22 миллиона просмотров И это только вершина айсберга Вот такой вопрос Кто из тех С кем тебе довелось поработать Особенно запомнился И чем Ну, если, конечно, об этом Можно рассказывать Если там секретиков никаких нет Ты знаешь Ну, каждая работа Которую я пишу Выпускаю Всегда для меня Очень special И она занимает Какую-то особую часть В моем сердце И все эти работы Мне кажется Ты знаешь Они как бы Создают тебя Да И ты очень Я учусь от каждого человека С которым я работаю И от Димы Билана Это русская история Это было очень круто И работа с Эминемом И с Феликсом Яном И с Тивой Оки И с Тиястой Конечно С Михаилом Гуцериевым Наш первый трек Джанго Да И возможность вообще творить Реализовываться Поэтому для меня Все эти работы Очень важны В последнее время Я еще много начала писать Для кино И ТВ И Игр Поэтому тоже Вот только я хочу задать тебе вопрос А ты заранее Заранее Забежал Рассказал И мне потом уже даже нечего спросить Наверное Знаешь что Хорошо Если так подумать Наверное Вот самый мой первый трек Который я написала Для Как автор в Америке Для Шона Кингстона Который стал Номер 1 В Англии Для меня Это был такой Самый запоминающий Потому что это был первый Вообще мой трек Который я как автор Написала для кого-то Для большого артиста И он реально скакнул Потом конечно был Book of Love Который облетел Всю Европу Это были такие Незабываемые моменты МНМ Грэмми Конечно это так Знаешь что когда ты Растешь в России Вдруг оказываешься В этой комнате В Грэмми На Грэмми В Авардс В Лос-Анджересе Так Вау Первые 5 минут У тебя просто Ты в каком-то Реальности Она совершенно меняется Для тебя и ты в каком-то Облаке А потом сейчас 5 минут Все Завтра нужно Начинать вставать И идти в студию И доказывать всем С чего ты стоишь Это совершенно Держится буквально 5 минут Это вот эйфория Этого момента Number One Или Грэмми Поэтому Ну я очень благодарна Когда такие Моменты случаются В жизни Полин Вот ты не поверишь Самый частый вопрос Наших слушателей А каково это Получить Грэмми Какие ощущения Вот ты только что Нам это рассказала Поделилась Ребят Вы слышали Я надеюсь Все кто спрашивал Полин Еще такой вопрос есть А вот Что для тебя Все-таки ближе Совместное творчество Или проще Сольная карьера Когда ты сама Поешь для себя Пишешь Что ты делаешь Такое Своё Именно Или с кем-то Работать проще Ты знаешь Как правило Даже мои какие-то Диджейские истории Или совместские Допустим Пьяная любовь С Димом Биланом Я как правило Пишу сама Все свои треки Которые пою По крайней мил Мелодику Я сотрудничаю с поэтами Иногда Особенно на русском языке А на английском Я как правило Пою все сама И пишу Но для меня Это изначально Какой-то момент Такой Где я одна И потом Если это диджей Я посылаю ему топлайн Это становится совместно Поэтому Все равно Наверное Это начинается Какая-то часть меня Но я Наслаждаюсь Совместками Потому что Это возможность Делиться аудиториями Это возможность Какие-то Там Поступать на крутых Фестивалях мировых Да Там То, что было В Стива Майоке С теста Поэтому Но, конечно Сейчас Тот момент Когда Где я нахожусь Сейчас Мне Очень интересно Какое-то Делать свое видение И реализовывать его Поэтому Сейчас я сфокусирована На сольных проектах Но Всегда открыта К самескам Грубо говоря Творчество Это любовь И ты ей делишься Вообще Неважно с кем С кем ты сотрудничаешь Или со слушателями Просто раздаешь Когда я пишу песню Я как правило знаю Что окей Эта песня для меня Или эта песня Была бы хорошо С таким диджеем Или эта песня Для этого артиста Поэтому я как правило Понимаю Куда Куда Песня должна идти То есть заранее Ты уже знаешь Ну да Как правило Я когда пишу Я понимаю Что Куда она Адрес песни Друзья Это был уровень Настоящего профессионализма Только что От Полины Александр Ушаков Лав Радио Продолжим общение Буквально через пару минут Никуда не уходи Все самое интересное Как я люблю говорить Впереди Лав Радио Лав Радио И голос Александра Ушакова Появляется в твоих динамиках Ты слушаешь Лав Радио И сегодня у нас в гостях Не перестану говорить Обаятельная Очаровательная Полина Полина Привет тебе еще раз Привет Я знаю что Ты приняла участие В записи саундтрека Для фильмов Тетрис Также твои треки Есть в фильме Хочу замуж Третий сезон Содержанок В нем ты тоже отметился Вот расскажи Как происходит Вот эта вот коллаборация Как вообще Сделать так Чтобы твои треки Попали в фильм Как это случилось Ты знаешь Ну я давно На самом деле Живя в Лос-Анджелесе Так или иначе Да Близко от Голливуда И я в какой-то момент Создала проект Цепи Контесса В рамках которого Не Полина А Контесса В рамках которого Я писала музыку Для кино И ТВ А вот в этом году Мне удалось уже Поучаствовать Именно как Полина В некоторых кинопроектах Действительно Тетрис случился Совершенно случайно Я была в Майами И я знаю Продюсеров этого фильма Это Лэм Лаватник Большая компания Людей из Англии И мне рассказали Про этот фильм Потому что Часть фильма происходит В Советском Союзе Это про Создателя Тетрис Реально Он русский И агент Который Как бы сделал Эту игру Известную на весь мир Он американец И этот фильм Про то Как вот Он ездит В Советский Союз Добивается права На эту игру И в общем Часть Происходит Все в 80-е Часть действия Происходит В Америке Часть в России В этом В этом фильме Я не писала песни Потому что Они хотели Чтобы это были Песни 80-х Известные Да всем Но я спела Вообще Dream Просто Ковера Песен Блонди Heart of Glass И так же Holding Out for a Hero И так же адаптировала Одну из песен На русский язык Поэтому это было Очень круто Фильм вышел Я была на премьере В Техасе Была мировая премьера На фестивале South by by Southwest Там были все Актеры Террен Эггертон Вся команда Съемочная Было просто на ура Прошла премьера И я так понимаю Что фильм имеет Очень большую Большую жизнь В прокате Сейчас И вышел Саундтрек Альбом Куда включили Все три трека Которые я исполнила В фильме Так что На русском И на английском Так что Слушайте Друзья Это самый Смотрите фильм Все правильно Самый отличный совет Потому что прямо сейчас Я предлагаю так и поступить В ваших Лав радиодинамиках Полина Heart of Glass Давайте послушаем Как это было Лав радио Да с тобой Александр Ушаков Это проект Летнее время И сегодня У нас в гостях Обворожительная Настоящая певица Прекрасная Полина Полина Доброе утро Еще раз Доброе утро Ой я не знаю Я все не могу успокоиться От твоего шикарного голоса Полина Давай вернемся К основному событию Сегодняшнего дня Это премьера трека Любовь и сердце в рабстве Вот ты можешь рассказать Как вообще Наверное С технической точки зрения Рождается песня От идеи И до финального Какого-то результата Вот эти этапы Как они строятся Ну конечно прежде всего Эта песня Это творец Михаил Сафарбекович Куцериев Он написал Текст К песне Любовь и сердце В рабстве Совершенно Нереальный человек Какого-то нереального Добра души И На самом деле Я очень благодарна Судьбе Что Меня она свела с ним Это уже не первая наша работа До этого мы сделали Трек Джанго И Как и в прошлый раз И так и в этот раз Это было совершенно Такое Невероятное Джорни Работа с ним Потому что он Так подходит К текстам То есть он работает Он переписывает Он точно как мрамор То есть он очень Серьезно подходит К каждому слову То есть нет никакого Проходящего слова И иногда я Переписываю Я, по-моему, до съемок клипа Буквально за сутки Ездила в студию Переписывала одну фразу Потому что он настолько Серьезно подходит К каждой строке Чтобы она вот Заходила прямо в сердце И это на самом деле Такое счастье Найти своего поэта Который тебя понимает Потому что я Всю жизнь работаю На Западе И пишу на английском И я не так много Песен, на самом деле Русских исполнила И очень круто, что у меня появлялся Возможность Этика, да, да, и дальше У тебя помимо опыта создания музыки Крэйзи Хорс Но это просто совершенно другой уровень И я влюбилась Я посмотрела шоу Сказала, опять А почему у вас нету песни Крейв? Ну, в смысле Почему нет гимна Театра? То есть я настолько вдохновилась Тем, что они делают Я пришла домой И просто написала песню Не знаю, хотят они песню Не хотят У меня просто был порыв Вот такой порыв души Я записала Написала песню Показала Ребятам, которые Создают этот театр Они сразу влюбились В нее И она действительно стала Гимном театра Перед каждым шоу Каждый вечер Исполняется эта песня живьем Артистами театра Я на день рождения Один раз Исполняла ее там Также Трек Помимо того, что он имеет жизнь В театре Крейв Недавно Стал саундтреком Да, саундтреком К третьему сезону Содержанок Это вот тот же самый трек Туда залетел И вот в связи с этим Сразу хотел тебе Такой вопрос задать А у тебя самой Хватает времени Чтобы смотреть сериал Бывает такое Свободная минутка И ты хоп И смотришь сериал Если да То что это за сериал Или шоу? Это очень редко Как правило Я снимаю Я посмотрю Все фильмы В самолете На длинных прилетах Лос-Анджелес Москва Сейчас они стали Еще длиннее Но содержанки На самом деле Я Жила Здесь два года И я Это сериал Который я реально смотрела Я смотрела сезон Один и два И поэтому Когда я узнала Что они хотят использовать Трек Крейв В премьерном сезоне В премьерном выпуске Третьего сезона Я просто была Очень счастлива Потому что я реальный фанат От этого сериала Поэтому Так в целом Да Конечно ТВ Очень скакнуло В мире Вообще Да Везде И стараюсь Но Не очень много времени На это Если честно Друзья Какие выводы Мы можем сделать Цените команду С которой работаете Проявляйте инициативу Тогда ваши трои Будут вознаграждены Ну и конечно же Найдите время для отдыха С нами сегодня Невероятная Полина Это Ла Фрадио Проект летнее время Александр Ушаков Вернемся вам совсем скоро Ла Фрадио Привет всем еще раз Тем кто с нами Ты слушаешь Ла Фрадио Меня зовут Александр Ушаков И сегодня мы общаемся С прекрасной Полиной Полин Вот если делать Небольшое резюме Такое Твои песни знают Во всем мире Ты сотрудничаешь С топовыми исполнителями Диджеями Пишешь саундтреки Ну то есть получается Такая настоящая Не жизнь А мечта Вот как ты сама считаешь Благодаря каким качествам Тебе удалось добиться Таких результатов Опять Знаете Так на инстаграме Кажется Это не жизнь А мечта На самом деле это очень много работы По крайней мере Когда я в ЛА Я просто не вылезаю из студии И чтобы вот такие Получились хиты Как Book of Love Ты часто пишу Очень-очень много песен И Как правило То, что ты делала Даже не в песне Чаще всего Как правило На Западе Да Мишка отличается работа Если ты пишешь Очень много песен Но Иногда Судьба песни На самом деле Зависит от того Кто ее окружает То есть кто артист Который исполняет Кто менеджер Который вокруг этих артистов Кто лейбл И на самом деле Политика Которая определяет Становится песня хитом Или нет Это огромный Огромный путь Это я все Объясняю Как сосуд с водой Который ты несешь Чтобы его не распыскать Вот у тебя эта песня И нужно пойти Столько Столько людей Чтобы эта песня Стала number one На радио Где-то Поэтому Там Это Мечта Конечно Нет Жизнь мечта Безусловно Я очень люблю Свою работу И когда мне дается Работать И в Лос-Анджелесе И в Лондоне И в Москве Это просто Дрим Какой был вопрос Так Наши слушатели Сейчас ждали Какую-то золотую таблетку Список из ответов А на самом деле Все просто Ребята Надо работать Надо работать А вот тут для тебя Полина Еще такой последний вопрос Есть Вот ты родилась В творческой семье Твой папа художник Мама знаменитая певица Вот скажи пожалуйста Для тебя важно Что скажут родители О твоих песнях и клипах Конечно Конечно Они Мои самые первые Слушатели Я всегда прислушиваюсь Всегда Тестирую на них Все песни Клипы Не знаю Фотосессии То есть они Для меня очень важная Такая команда И поддержки И критики Я всегда очень Я знаю что Если им понравилось Что-то зашло То И причем не важно Это может быть Какой-то техно трек Или это может быть Русский попсовый трек То есть они Очень Для меня важные Люди Мама сегодня будет На презентации Клипа Я очень волнуюсь Потому что Она Не часто дается Меня посмотреть живьем Потому что как правило Я выступаю по миру Вот Поэтому да Для меня безусловно И это огромное Сыграло роль Наверное В моем становлении Как артиста То что Мама артист Анка подниметчица 90 Я выросла в принципе Бэкстейдж На ее шоу И клипах Поэтому Конечно Это дало Огромный На меня Эффлюенс Полина Дамы и господа Очаровать на певице Которая скрасила Наше сегодняшнее утро Полин Спасибо тебе большое Что ты сегодня Нашла время Приехать к нам Из-за премьеры Трек Любовь и сердце В рабстве Очень надеемся Действительно Очень надеемся На скорую встречу С тобой снова Я тоже Я тоже Спасибо И спасибо за позитив И все Слушайте И стримите Мой новый трек Он уже везде А мы это сделаем Прямо сейчас Итак дамы и господа Полина Любовь и сердце В рабстве Финалем этот час Шикарнейшие премьеры Погнали Оф радио